Давайте рассмотрим еще одно применение закона сохранения энергии, но уже к жидкости, к динамике жидкости. Пускай у нас имеется жидкость, которая течет через какую-то трубу. Рассмотрим какой-то участочек жидкости и будем считать, что у нас здесь давление какое-то P с ноликом или P1. Давление. Здесь будет давление какое-то P2. Внутри этого куска есть жидкость, и вот этот кусочек я выделил у жидкости, ну как бы выделил его отдельно, нарисовал штриховкой. Закон сохранения энергии. Работа это F на ΔL равно изменению кинетической энергии. Дельта от E кинетической плюс изменения потенциальной энергии. Дельта от M в квадрате пополам плюс MGH. Сила, которая у нас здесь действует, это произведение давления на площадь. P1 на S. Давайте считать для определенности сейчас, что площадь у нас, величина постоянная. Минус P2 на S. Это умножить на... На ΔL. На ΔL. И это равно Дельта от M в квадрат пополам плюс MGH. В произведении S на ΔL есть объём жидкости. Площадь на длину. Ну, ΔL у нас. В принципе, если считать, что у меня всюду площадь постоянная, я могу не выделять маленький кусочек. Если же я выделяю маленький кусочек, то я могу считать, что у нас площадь мало меняется на этом кусочке. То есть вот у нас ΔL, ΔL и S. Если же площадь сечения постоянно по всей трубе, то это не обязательно делать. Получим P1 минус P2 давление на S и на ΔL на V равно изменению от массу, можно представить, как произведение плотности на объём, ρV квадрат пополам умножить на объём, плюс ρGH, также умноженный на объём. объём можно сократить. P1 минус P2 – это минус ΔP. Изменение давления. Перекидываем его сюда и получим, что изменение вот ρV квадрат пополам плюс ρGH и плюс, перенося в правую часть, давление, плюс давление, равно это нулю. ну а отсюда ρV квадрат пополам плюс ρGH плюс давление внешнее равно константе. И вот это вот уравнение носит название уравнение Бернулли. это уравнение Бернулли для динамики жидкости. Когда мы его выводили, мы не учитывали трение в жидкости. не учитывали трение в жидкости. Поэтому уравнение носит приближённый характер. Но в очень многих различных приложениях этим уравнением можно пользоваться. Ну и целый ряд олимпиадных задач основаны на вот этом использовании закона сохранения энергии, но уже применительно к жидкости. для того, чтобы описывать жидкость, дополнительно к уравнению Бернулли используют уравнение неразрывности. Пускай у нас есть труба, но уже переменного сечения. Здесь S1, здесь S2. и через эту трубу входит жидкость. Соответственно, наружу она выходит. Объём жидкости должен остаться величиной постоянной. Даже можно так считать. Масса жидкости должна остаться величиной постоянной. если у нас есть какое-то количество жидкости, которое вошло через сечение S1, это же количество жидкости должно выйти через сечение S2. Соответственно, дельта M1 должно быть равно дельта M2 и значит за малый промежуток времени дельта T здесь у нас будет V дельта T G1 дельта T а здесь будет V2 дельта T будет ρ 1 на S на V1 на S1 на V1 дельта T должно быть равно ρ 2 V2 S2 дельта T дельта T сократим ну и получим что ρ 1 S1 V1 равно ρ 2 V2 S2 вот такое уравнение оно предполагает при выводе что у нас внутри этого объема не накапливается масса то есть не увеличивается количество вещества не увеличивается масса в объеме между S1 и S2 то есть течение является установившимся если бы течение было бы не установившимся здесь могло бы происходить например сжатие и тогда уравнение нужно было бы переписать немножко иначе то есть перенести например ρ1 S1 V1 в правую сторону и написать что здесь должно было быть изменение массы за время дельта T но поскольку если считать что течение установившимся то есть если положить что это изменение массы равно нулю то мы получаем второе уравнение которое описывает динамику жидкости для того чтобы было красиво я его перепишу рядом с этим уравнением Вернолье ρ1 S1 V1 равно ρ2 S2 V2 уравнение неразрывности и уравнение Бернолье описывают гидродинамику жидкости гидродинамику гидродинамику гидродинамику